Добрый день! Хочу немножечко рассказать о наших встречах, которые произошли в городе Омске. К сожалению, мы даже не всегда делали не только видео за рисовку, но даже иногда забывали сфотографироваться. И вот самая первая моя встреча произошла в ресторане Тинта. Кофейня, наверное, чайная, к церемонии зал. Они, конечно, там помимо чая и различных кофе еще чем-то кормят. Но чаще всего люди заходят туда выпить хороший напиток. Готовят по-настоящему хорошо, хотя и в других местах тоже. И я встретилась там с двумя прекрасными дамами. Одна моя давняя подруга, а вторая новый зритель нашего канала, который уже ее самовскую продукцию с удовольствием применяет. Вторая моя встреча была тоже с давним моим человечком. Она всегда приезжает в город, живет не просто за городом, а живет достаточно далеко. Километров, наверное, 150 от города Омска. И она всегда проделывает этот путь для того, чтобы со мной встретиться. И я в подарках, когда выложу вам покупки и подарки июня, вы увидите две огромные бутылки меда, которые она мне вновь привезла. Каждый раз привозит. Может привезти еще ведерко ягод, прихватить. И какой-нибудь сувенир. А я в этот раз опозорилась невероятно. Даже маленький сувенирчик приготовленный не захватила ей. Но потом в следующий раз буду витаминки посылать. Что-нибудь да приложу. А она, думаю, на меня не обиделась. Некоторые наши фотографии не самые удачные. Я приложу. А встреча наша состоялась вот в этом прекрасном кафе. Называется оно «Кофе для путешественников». И меня, кстати, очень удивило, что так много в Омске названий американских, иностранных, просто не кириллицей написанных. Это везде. И в ресторанах, и в меню, и на домах. Иногда просто удивляюсь. У нас есть эквиваленты этих слов. Почему вы пишете по-английски? Непонятно. Ругают Америку со страшной силой. Но, тем не менее, пишут всё иностранными буквами. И она сделала одну из моих лучших фотографий в эту поездку. Следующая моя встреча произошла в великолепнейшем, уютном, очень ресторанчике. На французский манер. Оно называется «Монт-Лезир». И оно действительно стоит того, чтобы в него заглядывать. К сожалению, мы не попробовали никаких яст. Мы были обе сыты. И мы просто попили у них шикарный кофе. И я обещала прийти и что-нибудь у них попробовать. Но не знаю. Не знаю, успею или нет. Моя гостья захотела встретиться с глазу на глаз. И захотела остаться инкогнито. Поэтому ни фотографию, никакой информации о ней я вам не скажу. Просто покажу вот этот прекрасный ресторан, в котором мы провели не очень долгое, но приятное время. Это я пыталась приблизить на стене. Я снимала вот этот ресторанчик как раз не на камеру, а на свой телефончик. Пока ещё учусь. Не всё всегда получается. Но, тем не менее, я учусь. Самая первая настоящая встреча с подписчиками, которых я никогда раньше не встречала. Это люди действительно с моего канала. Мы встретились с тремя дамами в ресторане Перцы. И для меня это тоже было приятное место. Несмотря на то, что название неоднократно уже поменялось. Но локация, место нахождения осталось прежде. И когда-то это было наше любимое местечко, куда можно было заскочить. И перед институтом, и после, и во время перемены. Потому что следующее здание, это Партизанская 2, а наш институт на Партизанской 4. Видимо, просто следующее здание, но оно достаточно длинное, находился наш институт, наш факультет. И, конечно, мы сюда бегали перекусить. И это было вот излюбленное место, потому что оно по пути, потому что мимо не пройдешь. А теперь там очень хорошо кормят. Девочки пришли на меня, посмотрели. Причем я читаю ваши комментарии по поводу Натали, которая сделала мне стрижку. И кто-то там пишет, что «Ой, надо ей теперь жениха найти». Девочки, те, кто приходят ко мне на встречу, не обязательно свободные дамы. И не обязательно те, кто мечтает выйти замуж. Многие замужем, многие слушают нас. Просто потому, что мы говорим не только о прелестях Америки. Мы говорим о многих житейских вопросах. И поэтому есть люди, даже семьи, которые смотрят и которые хотят со мной встретиться. И среди мечей такие тоже были. И одна из них Наталика, с которой вы уже знакомы. Какой замечательный мастер Натали! Я вам уже рассказала и даже дала вам ссылочку на ее салон и на ее телефоны. А здесь я не могу не показать фотографии, которые мы сделали сразу же после стрижки. Вы видите, что я все еще остаюсь в свиты и в ветровочке, потому что первоначально в Омске не было жарко. Теперь-то я изнываю от жары. Не знаю, что лучше, но как-то вот мне то холодно, то жарко. Я, конечно, ездила, встречалась с родственниками, с друзьями. С Натальей я вам разговор показала. И хочу показать вам кусочек моей встречи со своими однокурсниками. Было нас немного, но мы, как всегда, провели замечательное время. Я еще со студенчества любила один тост, который мой однокурсник Андрис произносил практически каждую нашу встречу. И в этот раз я попросила его не изменять традициям. Надеюсь, он будет не против, что в моем ролике прозвучит этот тост в его исполнении. Потом ты нам еще произнесешь свой знаменитый тост еще с эстфаком. Господи, не прими за пьянство, а прими за лекарство. Мы, Господи, не пьем, а то полечимся. И не прихоть и ради, а то по государственной пользе для. И не по чайной ложечке, а по чайному стаканчику. И не через день, а каждый день. Да красники же жидкость, чревоугодная, по периферии телесной. И ополосни зелем огненным душу человеческую. И давайте же, православные, швакнем до полампаточки. Мы вознесемся и возрадуемся. Аминь. Да возвесели нас, и мы возрадуемся. И моя поездка в Омск, и встречи с моими поклонниками канала подарили мне замечательную даму в мою жизнь, которая уже в нее гармонично вошла. И я полагаю, что таковой она останется в нею на очень долго, если не навсегда. Есть такие люди, которых встречаешь и понимаешь, что это твой человек. Таким человеком стала Ирочка, которую вы уже неоднократно видели в моих зарисовках, потому что встречались мы с ней практически либо каждый день, либо через день. Этот человек оказался для меня свободным всегда. Она сразу же заявила о том, что она готова мне помогать, она готова меня забирать, готова сопровождать, готова возить в любое время, куда мне заблагорассудится. И даже при том, что такси в Омске были и есть более чем дешевые на сегодняшний момент, я смеялась о том, что кружка кофе стоит столько же, сколько стоит такси. И тем не менее, очень часто я прибегала к ее помощи не потому, что это мне было дешевле, а потому что мне это было очень приятно побыть с этим человечком, который к тому же по стечению обстоятельств мог мне посвятить такое количество времени, которое она мне посвятила. Ее работа позволяет быть вне офиса и в рабочие часы, и после работы она могла часы со мной проводить, потому что в городе Омске у нее нет семьи, у нее там только любимый человек, который предоставляет ей широкий спектр свободы, которым она с удовольствием и пользуется. Мне повезло, что она не скована никакими обязательствами, ни семейными, ни профессиональными, и что ей очень хотелось со мной время провести, и мы его замечательнейшим образом провели. Я благодарна судьбе за то, что такой человечек в мою жизнь вошел. Расскажу один только случай, что человек ко мне абсолютно искренне и с добром относится, когда я уже наколола себе шейку, но рассказать я вам об этом еще не могла, потому что нужно же результат показать, а результат пока просто жабочки на шейке, вся в пупрышечку. Она в очередную встречу мне говорит, Галя, обязательно расскажи про шею, а то люди смотрят ролики твои и не понимают, чего же с тобой случилось. А случилось то, что с экрана видят что-то непонятное. Даже мой ребенок при разговоре сказал, мама, Омск на тебя так плохо действует, у тебя как-то шея стала хуже выглядеть. На что я ответила, за это деньги плачены, скоро будет все хорошо, я надеюсь. И уже потом я вам рассказываю, что все не просто так, а все это рукотворение наше. Сегодня я дописываю этот кусочек уже в Москве. Я проснулась в 4 часа, в Омске-то у нас ведь 7, и решила закончить этот ролик до новой встречи, потому что сегодня в 8 часов за нами приедет еще одна великолепнейшая дама, которая, несмотря на то, что вчера у нее был выпускной у дочери, она рано утром готова была меня ехать встречать в аэропорт. Хорошо, что в Москве сейчас есть электропоезда, которые соединяют все аэропорты со станциями метро. И я от самой первой услуги отказалась, безусловно, потому что ну зачем тратить столько времени, чтобы ехать в аэропорт, когда есть такой удобный транспорт. Но мы с ней уже встретились, она меня не просто привезла к подруге, а привезла очень красиво, показав лучшие стороны Москвы, когда вы едете по загруженным московским улицам. Она великолепная, город знает, и великолепный водитель, и великолепнейший человек. И сегодня девочки-москвички организуют нам встречу у Ларисы за городом. Я все это буду снимать и буду вам показывать. А сегодня я уже знаю, что Наталья станет еще одним человечком, который в моей жизни будет всегда. И может быть не она одна, может быть еще кто-то так же войдет. Я не хочу сказать, что другие девочки в Омске, которые встретились, что они не такие, допустим, как Ирина. Просто судьба распорядилась так, что мы смогли с ней больше времени проводить, и поэтому срослись уже и душами, и даже кожами. Надеюсь, что таких людей в моей жизни будет очень много. И в вашу жизнь пусть такие замечательные люди приходят. А с вами была Галина Смирь. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.